привет народ 22 октября уже сегодня 2000 23 года этих птенцов у них птенцов вчера забрали попугаи попугаи размножаются вчера полностью забрали все молодежь чего было вообще выскорбили приехали позвонили с цирком у нас здесь цирк приехал город в качестве призов попугаев выдают скупили у меня все что можно было продал все что можно было продать им сейчас пойдем кормить время восьмой час еще темно не темно еще видите как это сумасшенно на улице охотиться сороки голубые я уже птицу кормлю охотиться не знаю камеры сейчас вроде бы я отредактировал все почистил вроде бы последний раз пробные эти дела пишет посмотрим сейчас будет писать мне уже мужа шлепный охотник все пошла в тену спряталась вон там я кормлю птиц сороки синицы но я специально в том место сделал чтобы нюша не смогла неожиданно на них напасть она сейчас пойдем посмотреть попугаев на улице на улице да ты давай минус 2 на минус 2 на улице минус 2 это ничего время время у нас 741 все пойдемте кормить яички еще со вчерашнего дня надо их разобрать яйца стали по 120 рублей также прекрасно забирает здесь 60 с чем-то есть вот она моя красавица ждет чё чё за феня пойдем 2 ческа здорово здорово давай здорово ай молодец молодец такая сейчас это уйду сынок по делам поехал джеська здорово вот она со мной здоровается она без ума потому что хозяин вышел к ней до отцу молодец вот до чего воспитанная собака вот лежит еда вот она в пакете она не возьмет ее вот она всю ночь вот здесь пролежала но она не возьмет без разрешения до рыбы будешь то есть ты здорово ну ты здоровалась уже рыба вот здесь всю ночь она пролежала вот она кушать хочет да вот видите при вас она сама не возьмет а чё ей стоит этот пакет взять и пойти его съесть воспитали нашу принцессу даже есть у нас воспитанная девочка нюшенька а вот и нюшенька наша нашла нас народа я вам пока показывать не буду нюша нет пойдем кормить чё пошли кормить давай не пойдешь что ли пойдем уши пошли сейчас здесь и прибежит этого это все кормить она с радостью здесь целыми днями помощница прибежал целыми днями занимаясь воротами ладно скоро покажу кое-что записалось кое-что не записалось там вот на улице на замерзшие все попугаи такие небольшие заморозки заморозки попугаем это это ерунда спокойно выдерживает у меня вылетел один тенец желтый ты под моем сам отец и сын желтый вот он до птенец самец приехали девушка приехал попугаев брать но они же эти птенцы то летают как сумасшедшие его я оставил я его не стал продавать оставим себе они же летают как сумасшедшие большие улетели туда он давай носиться и вылетел дверь но следующий день пролетел пролетела здесь на сетку сел я его с очком поймал так что пугает я его я его не стал никому ничего продать себя ставлю хороших самец на следующий год первую партию попугая уже оставлю для себя для размножения будет потом посмотрим там сколько и сколько птенцов уже давно сам не заглядывал вчера горы приехали все подчистую забрали всех всех в этих французов все что подобрать такая она жестокая когти точит постоянно за меня все пойдем барашков выгонять да пойдем твоих любимых барашков выгонять все ну здорово людьми ну все молодец все мы еще привез рулон мне заказали схема привести один рулон для кроликов я и себе сразу лично не будет барашки едят с удовольствием даже вот это но они сейчас сытые просто даже вот эти это от клевера так ли ценно грубая даже это все съедается полностью ничего сейчас пойдем гулять вышли услышали уже им туда где они пасутся ставлю рулон схема такой небольшой потому что травы уже нету все съели целый день ходит его жует чем с черной львинкой но все вот это последняя партия на этом я сезон разведения черной львинки заканчиваю этот сейчас отбираю отсюда на племя уже отобрал немного ну вот кормление идет разное чтобы как я уже говорил строение тела мухи и строение там крови разные чтобы они не были близко родственных связи как говорится и я так делаю вроде бы все нормально я не знаю я не могу вам сказать что это правильно что неправильно муха размножается опарышу такое огромный есть значит все про результат только результат вам скажет что правильно а что неправильно пока не будет результата ничего не узнаешь и говорить могут что угодно поэтому ладно давайте берем сейчас нашим курочкам на завтрак его и пойдем кормить курей вот они ждут ждут соскучились и кушать хотят конечно они заскучились не по мне по черной львинке не подумайте пойдем 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 упоминал скучать кормить кур сейчас жестко линяет в цепа 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 они сейчас все половину там гуляют он они бегут цепа 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 на поле вот сейчас куры вообще жестко линяет где вы блин головы где они все неужели все полиняли ну вот например вот она пепельная да посмотреть тут как любые белые вон он спины все короче у них этот блинки они очень сильно линяет и притом они прекрасно несутся вот многие жалуются куры начинают линять как они вообще несутся как такое возможно мои куры в моем хозяйстве несутся всегда пожизненно чтобы не было яйца это невозможно просто нужен наверное нужен какой-то баланс нужно середина середина есть во всем если вот ее держаться то ну то будет вообще шикарные дела любые значит им знаете хватает цепа 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 значит им хватает и на яйцо и на перо поэтому они несутся а когда скудное кормление конечно уже не до яйца главное я вот так считаю главный протеин протеин белки вот 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 она протеин настоящий же тот какого настоящий протеин не какой-то искусственный ну и кормление конечно кормлю их кашами варю с этого со столовой отходы это все конечно сказывается на эти москости если кормить один наверное да наверное они не будут нестись когда линяют петь какой дерзкий не надо на меня выпендриваться у меня получишь план все давайте отдадим и цепа 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 сейчас молодок вам еще покажу цепа цепа красава посолить какие шикарные молодки выросли вот они смотрите какие формы вот он рябенько царит какая молодочка вон они вот она сарить вообще это вот последних цыплят я покупал вот они прибыли в основном вот такие курочки целую это знаете это фабрика яичная будет у них такие формы петухов всех зарезал я их них они уже они уже несутся в молодки уже вовсе несутся шикарный вот он сарится какие какие формы творите какой зад у нее это вот идеальная вот он идеальная несущая будет царите там миллион яиц у нас сзади поместится нет это взрослый к доминант вот они две яйца у них серые мол молотки просто шикарные вот этих штук 20 здесь бегает с белая где то есть а вот она лохманок какие-то вот это америкуана какая-то помесь как я понял вот она белая на лодочке у нее не такие выдающие формы как у тех но те прямо не ладно все давайте кормим сейчас кашу все они сейчас даже зоугумус едят вот смотрите они клюют зоугумус зоугумус едается тоже все давай давай сейчас я вас вам кашу дам все полезно даже ведро сейчас мы не даем кашу и вечерком зерно вот такие каши вот это со столом ход надо конечно желательно давать со свежая привожу на свежая конечно если это все начинает бродить киснуть это ни в коем случае такое давать нельзя курям ну а червю можно скармливать спокойно а курям надо давать только свежие только свежие ни в коем случае никакой там не протухшая потому что ну куры сразу на это реагирует поносить начинают и так далее вообще нужна середина вот когда все как сказать вот этого немного зерна немного черной львинки немного вот это все складывается и все куры потом я нашел эту середину своих курей вообще в своем хозяйстве попугаи сейчас зайдем я там уже не был сто лет внутри я вам сейчас покажу посмотрим вместе что там творится вообще нужно во всем середину да здорово джеска ай молодец молодец будет даже в природе она есть будет жарко не будет травы ничего расти не будет будет много дождей тоже ничего расти не будет все будет гнить все будет сыреть и этот а когда будет и дождь и жарко вот тогда и все будет расти и будет это будет офигенный урожай, да, потому что будет была середина, Джесси, ну все, сейчас я тебе пойдем, это она за мной ходит, на здоровьаться не может, Джесси, да все, я тебя тоже люблю, все, все, вот такие у меня, видите, Гнюша, вон она сидит, так что нужна середина, и спрашивают еще, ой, про попугаев, если я заведу попугаев, они у меня начнут болеть, или про кур, вот пухоеды я заведу, хочу завести, а вот как их лечить, люди начинают думать о хреновом, сразу же начинают думать о хреновом, это я поражаюсь над такими людьми, вы кто так думаете, вообще уже не заводите, потому что ничего у вас не получится, вот эта хрень у вас и будет в хозяйстве, о чем вы думаете, когда думаешь, вот, как сказать, вот, о чем ты думаешь, что ты и получаешь, я думал, сейчас я вам покажу на практике, я думал года три тому назад о доме, вот он у меня был в голове, вон видите дом, он уже вот в реальности стоит, я думал о голубятнике, да, хороший голубятник построить, ну это вот буквально несколько, сколько, год назад, вот он голубятник, я думал о разведении попугаев, что будет много попугаев в этом, все будет хорошо, вот они попугаи, все, они спрашивают, какой помет там у попугаев, если помет такой, народ, я никогда за свое вот разведение попугаев я не обращал внимания, какой помет у попугаев. Я обращаю внимание на попугаев. Зачем мне смотреть на эти какашки? Думайте, думайте, хорошо, думайте, правильно, думайте. Заведете попугаев, разведете, все будет хорошо, все прекрасно. Нет, блядь, начинают думать, вот они у меня заболеют, чем их лечить, надо приготовить. Все, таким людям вообще ничего не надо заводить. Ни хера у вас больше не получится. Будут болеть, будут страдать и ничего разводить не сможете. Надо думать о хорошем. Вот, захотел завести барашков вместо кролика. Вот, красавцы мои. Сейчас, Маня, пойдем, сейчас я вам тену поставлю. Вот они, мои красавцы. Вот они, курдючные, видимо, хорошие. Вот видите, утро, раннее утро надо идти гулять. А у них, как будто они уже пришли с гулянием. Э, вы че ели-то, народ? Че ели? Че они ели? Сено свое ели? Я вам вроде немного его давал. Короче, я не знаю, че они ели, но они сытые стоят. Сейчас пойдем. Пошли, пошли. Давай, 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 давай. Джесси, стой там справа. Давай, давай, справа. Молодец. Не надо, не надо их гнать. Умница, умница. Пошли, пошли, пошли. Давай. Джесси. Сдал зерно курям. Потому что, потому что еда немного замерзшая. Вечером дам. Кашень оттает. Днем. Днем. Плюс 15 обещаю. Ну, а сейчас, сейчас мороз. Небольшой. Вот, лед. Сено им ставлю сюда. Сегодня немного поставил, чтобы сами кушали тоже. Ну, еще есть, что подобрать там. Ну, так они хорошо, конечно, почистили это поле. Мах, мах, маня, мах, мах, маня, мах. Иди кушай. Все подберут вообще подчистую. Это не козы. Вообще, прям идеально съедают все здесь. Оречки наши. И на солнышке. Здесь еще кура, наверное, где-нибудь гуляет. Она у нас же была открыта. Они утром выходят. Здесь еще есть зелень. Ну, вон там микрозелень. Вот она. Куру ходит, ее подбирают. Все, на целый день они здесь. Вечером загоним. Не знаю, баранах я гулял. Ну, я думаю, обгуляет. Потому что он ухаживает за ними, ходит, нюхает. Как положено нашему барану. Ладно, что, пойдем. Батарейка уже села почти. Пойду камеру на зарядку поставлю. Потом у попугаев увидимся. Так, ну, давайте возьмемся за опарыша. Его же тоже надо кормить, нашего опарыша, наш протеин. Он же сам на себе, по себе не растет. Так, это у нас хлеб замоченный. Ну, и с отходов пищевых кое-что вон добавлено. Это у нас барашкин помед. Вот он. И куриный помед. Как я говорил, делаю два разных блюда. Немного общего труби есть. А так, в основном, вот, это по-разному кормлю. Чтобы изменить строение будущей мухи, генетику. Чтобы у нас получилось, как вот это разное. И у нас муха будет тоже разная. И если это, как, с этим же смешать, то там получится бурда. Если это смешать, то там уже получится что-то новое и прекрасное. Ладно, шучу. Но это факт, это работает. Я говорю, результат мой это уже показал. Я думаю, так будут пользоваться многие. Потому что, ну, а где муху достать-то? Где, чтобы новую кровь? Ну, насекомых тоже же надо же как-то обновлять. Поэтому возможности нет. Вот приходится. Надо работать вообще головой. Все, прежде чем что-то делать, надо обдумывать. Вот здесь. Да, 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 Жозефинька. Сейчас на улице холодно. Набрал этих отходов, они там есть лед. Чтобы сейчас нам не застудить нашего опарыша, я сюда налил горячую воду и сюда то же самое. Потому что нам надо смешать отруби. Если налить сейчас сюда холодной воды со скважины или там с проруби и размешать вот это все, дать нашему червю, он как минимум несколько часов просто там замрет. Пока эта масса не нагреется и он не начнет ее есть. Он весь уйдет вниз, будет там крутиться, идти жар, нагревать эту еду. И когда она нагреется, он только тогда начнет ее есть. Нам этого не надо. Чем он реже ест, тем он плохо растет. Нам надо, чтобы он сразу все ел. Поэтому, говорю, прежде чем что-то делать, надо думать, что делаешь. Во всем. Сюда добавляем отруби, сюда. Все, сейчас здесь у нас вода горячая, еда горячая. Примерно такая же температура, как и опарыш, там 50-45 градусов. Они сейчас перерабатывают очень хорошо и очень хорошо греют. Все, это мы все сейчас мешаем и идем кормить. Смотрите, какой голодный опарыш. Вот этот проел все. Здесь еды нету. Здесь все проедено. За умность. Сейчас он попадет на это с удовольствием. Он сейчас на глазах это все утащит. Здесь еда есть какая-то. Вон, видно. По поведению все видно, как он, где он. Ну, когда занимаешься постоянно, начинаешь это все понимать. Кто, что, кому, чего. Того много, тот сытый, вообще вон еле двигается. Такой, знаете, как на прогулочке. Все нормально, жизнь удалась. Он, видите, спокойно так шевелится. Не кипишует, как вот этот. Вот этот кипишует. Того много уже не кормим. Там у меня заказы есть. На, именно, чтобы был белый. Чтобы не потемнел. Чтобы не потемнел опарыш. Вот мне его надо сохранить белым. На днях буду собирать. Заказ. Так. Это у нас идет сюда. Здесь тоже все у них в порядке. Видите? Ну, по цвету сразу все отличается. Все. Я говорю, если вот это блюдо смешать с этим, уже получится совсем другое блюдо. Совсем. А если одно и с тем же смешать, то ничего не изменится. Так. Этих мы кормим какашками. Куриные и барашкины. Так. Вон тот молодой я тоже хочу накормить. Так. Сюда мы тоже ставим какашки. Ну, здесь тоже у них еда есть. Вот он. Лазит внутри. Вот он. Там еда есть тоже. Ну, вот дадим. Я их кормлю раз в день. Я не ставлю сразу ну, какую-то большую массу, чтобы она начала вонять, протухать и неприятные запахи. Ну, запах есть от него, но я спокойно вот с вами разговариваю и ничего, и в омрак не падаю. Конечно, запашок выделяет. Как ни крути. Так, ладно. Сейчас я и разложу. Неудобно мне. И потом дальше увидимся. Так. Смотрите, как он начал. кушать. Только разложил, все, пошел процесс. Сейчас это все утонет. Вон он. Вон он. Смотрите, нападает как. Жгру. Вот здесь, здесь, у меня, парни голодные. Капец. В остальных все. Тишина, спокойствие. Здесь они, вон какие голодные. Надо будет отсюда забрать немного. Его много здесь, чересчур. Он очень быстро все съедает. Надо будет его, курям, отсюда зачерпнуть. Видите, комбинировано. Здесь два вида. Здесь строго одно, здесь строго одно. Там два вида. То, что на продажу, там только чисто. Там отруби и ну вот эта еда. Туда навоз вообще никакой не добавляем. То, что на разведение, там. Короче, все вот, мудрю вот так. Как хочу, так и кручу, как говорится. Поэтому, это можно, то нельзя, так не получится, это, кто вам такое говорит, послайте его на три буквы и подальше. Все возможно, все можно. Просто надо по уму все это делать. Думать, 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 еще раз думать, а потом делать. Ладно, пойдемте дальше, пойдемте сейчас к попугаям. Там уже потеплело, мне надо идти ворота собирать. Вон, смотрите, его сколько. Смотрите. Да, надо его срочно, срочно переселять. Ладно. Ну, все, пойдемте к попугаям. Червяков накормили. Еще одно большое дело сделали. Еще хочу вот с вами поделиться наблюдениями одними. Вот это черная муха, львинка, муха, да, мертвая. Вот ее, смотрите, сколько все потихоньку, все отходит. У меня вот здесь одна, вот они уже вылупляются. Вот эта муха уже верхняя отойдет, и все, я все убираю, чищу. Когда я чищу вот этот мулли, собираю вот эту всю черную львинку, муху, и отдаю курам, курям. Мои куры примерно несут в день вот от 55 до 70 яиц. Это я уже уверенно беру, ну, собираю каждый день, вот, примерно в этом диапазоне. Когда я покормлю вот этой мухой, дохлой, яйца, яйценоскость увеличивается прям в разы. Знаете, уже за 80 зашкаливает. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто, знаете, что, ее много, сразу там ведро выходит. Ну, пол ведра я ее собираю, все ее отдаю, и они ее едят с большим удовольствием, и яйценоскость через 2-3 дня просто зашкаливает в течение недели после того, как они поедят ее. Ну, потом все опять восстанавливается на свои места. Может быть, из-за того, что они съедают ее много сразу. Не знаю. Ну, факт остается фактом. После поедания курами вот этой мухи, дохлой. Все, яйценоскость, я уже уверен, знаю, что она увеличится. Вот, смотрите, что в приманке творится. Приманку пора менять. Там уже просто кишит опарыш. Яйца все равно по-любому мухи туда откладывают. Во всех приманках сейчас просто кишит опарыш. И собирать всегда, это тоже мои наблюдения. Я с вами делюсь как со своими лучшими подписчиками. Ну, я думаю, такой полезной информации. Вот отруби. И больше ничего вообще добавлять не надо. Вообще вот это для того, чтобы вот сюда сейчас я буду собирать яйца. Не на сетку, а на хлеб. Хлеб как раз пористый. Видите, яйца вылупились вон. Ну, как и через сетку туда прошел. Сетку потом вот эта шелуха от яиц она прилипает ее чистить. Нафиг это геморрой, а это все сразу сожрали и никаких проблем. Что я только не добавлял туда? И с отходом, и с навозом, и с сухое молоко, и с молоком мешал. Короче, это все жесть, это все суета, это ерунда. Только в отруби, все, кроме отруби больше ничего не ставьте. Сюда собираете яйца, вылупился малек, ушел туда, как начал все проедать, вы увидите, начал кишить там все, его перекидаете в тару и на этом все. Когда ставят сюда какие-то отходы пищевые, еще что-то, второе, третье, десятое, муку, фигня, ерунда получается. То слипся, то разлипся, то еще что-то, то не пойдет. Только отруби и все. А когда уже начнете переселять его в другое место, там добавляйте хоть что хотите, что угодно. Вот идеальный вариант вот так на отрубях. Все, сейчас пока собираю яйцо. Я вспомнил, мне же еще яйцо надо собрать. Собираю яйца и потом дальше пойдем. Вот, видели, да, мухи практически нету. Все, это остаток. Ее практически нету. То, что было и то, что сейчас я покажу. Это процесс разного кормления. Здесь два вида откормочных вот этого опарыша. Кто-то на навозе, кто-то на этом. И я вам покажу, как они несутся. видите, даже мухи практически нету. Ну, кладки есть. Видите, даже для вот такого количества мух. Ну, кладки неплохие, я вам скажу. Вот. что собрать, есть. Поэтому, я думаю, это вот из-за этого. Муха-то сама ничего не ест, она только пьет, ее надо кормить хорошо, чтобы она была такой здоровой и хорошо неслась. Потеплело, покушает всем. молодцы, молодцы, съедают тену вообще в ноль подчистую. Сейчас послезь ходили, опять пошли. Баран. Баран. Баран у меня этот, лимузин, бля, он капец длинный. А если вот с ними стоит, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. тетеревятник. Вот это гроза голубей. Полетел кошмар, идти, наверное, дикарей. Все, прилетели. Хана всем голубям. Вот у него наши любимые попугайчики. Где-то с поломанным крылом спрыгнула, убежала уже. Не зря для нее я дорожку делал, там по ней и вете лазит пингвины. Она молодец. Он размножается. Короче, попугаев надо разводить волну. максимально много, побольше. Вот волну можно разводить, на нее спрос просто. У нас в Сибири, в Иркутской области бешеная. Вот здесь у меня 25 пар попугаев. 50 штук взрослых, да, будем считать. полночу голубки что ли в ней. Короче, 25 пар, ну 50 штук взрослых. Видите, вообще все гнездах почти вообще нет. Ну, первые выводок, так, под моим по счетам, примерно было 200 птенцов от них, и они были все хорошие, все прям идеальные. Ни одного француза ни ничего. Прямо я не нарадовался. Очень много было птенцов. Всех продал. Вторая партия пошла. Начало было нормально, а потом на тебе французы как пошли и пошли они пошли. Короче, тоже очень много птенцов было. Ну и все, а сейчас вообще, сейчас я не знаю, кто третий раз размножается, кто четвертый. Размножение затянулось, он в тепло. Сейчас уже, по-моему, четвертый раз размножается. Тенцов много, но французов тоже много. Так, ну давайте посмотрим, начнем с этой, это, вот, с поломанного крыла, которая сейчас сюда забежала. Вот она, эти яйца. Это уже, походу, четвертая, пятая кладка у них идет. Вот, яйца. Второе, одно из два яйца. Сейчас посмотрим, немного гнезд. Приблизительно будем знать ситуацию. Один тенец. яйца. Вон, на самомечке яйца. Зараза, общипали птенца. Никогда у меня раньше волна не щипала птенцов. Вот в этом году первый раз я вижу. Кореллы щипают, но чтобы волна щипала, никогда такого не было. Ну, видите, у меня раньше попугаи, ну, это я же под ноль все набрал, всех попугаев под ноль, видимо, какие-то с дурными привычками попались. Вот видите, общипанные птенцы. Я думал, это умерло. Но яйца сидит. Или птенцы, или яйца. Она греет. Вообще, набоялась, она вообще пофигу ей. Пусто. Вот, единственный первый домик пустой. Вот они, красавчики сидят. Комочки. Раз, два, Смотри, сейчас крылом, да, обнял? Нет, как будто крылом обнял. Прижались друг к другу. Прохладно. Раз, два, три, четыре. Штук четыре, пять. Ну, в основном, что, в основном, вот видите, там от четырех до одного тем самым кучка молодых только вылупилась. Вот, вот здесь тенец хороший, смотрите какой. вот он, чешуйчатый. Красавчик. Берзол, или какой, не видите, это, не француз. С перышками, как положено. Так, сюда, бля, здесь вообще неудобно, гнезда вот эти расположены. Ладно, короче, не буду я с наладить. давайте в эту сторону посмотрим. Вот, зараза, бля, тоже общипанный. вот это надо убрать, оно протухшее, уже черное. Это, видимо, старое еще яйцо. Ну-ка, сейчас я его вытащу. Вот оно, да, оно еще, наверное, с первой этого, с первой кладки лежит у меня. Он нагреет все подряд. Короче, видели, да, щипают сволочи. Таких тоже надо убирать попугаев, они не нужны в размножении. Птенцы. Тоже птенцы. Короче, это уже, походу, четвертое, это размножение. Ой, бля, кто вылетен-то. Тоже, вот видите, маленькие птенцы. Ладно, вот это уже все, последняя стадия. Есть, кто-то есть или? Блин, не вижу, темно, ладно. Последняя стадия, все, уже, по-любому, сейчас похолодает. Уже ноябрь, что на носу? А я не считаю, еще на улице. Вот он, птенец, который улетел. Смотрите, какой красавчик. Он, да, он. Вообще, блин. вот чистый, желтый. Вот его. Ночь, ничего это у тебя там? А, это лапу он поджал, блин, да, что у него там? Вот он, красавчик-самец. Его оставил я. новозиденье. Новозиденье. Вообще, вот их надо, надо мне строить вольер. Вот попугачник мой зимний на втором этаже, на всю длину вольер. И все, и чтобы они вот в этот вольер вылетали, летом там размножались. Здесь просто сделать один тоже какой-нибудь здесь небольшой вольер, чтобы покупателей туда не водить, а пришли то, что на продажу в этом вольере, вот, что понравилось, забрали, ушли, чтобы туда не водить. И все, и будет прекрасно. Поэтому надо, надо, надо делать вольер и желательно надо делать две семьи, например, вот 25 пар размножаются летом, 25 пар размножаются зимою, что попугаи были всегда. Потому что на попугаях, ну, мы тоже зарабатываем на них неплохо. Куры, попугаи, черная ленька, на этом я и зарабатываю машину. Так что вот как-то так, народ, ладно, а это под голубей, очень охота голубей, прям, это же голубятник мой. Я же это все строил под голубей. Это вот, это вот если эти убрать, я же, помните, показывал, это же все для голубей. Вот если мы вот это убираем, то это гнездо голубиное, оно для голубей. Здесь размножались у меня голуби, это все убирается и это превращается в голубятник. Поэтому, ну, видите, да, что сейчас на ваших глазах пролетел вот этот птицеревятник. Он же просто сожрет все голубей зимой, а я хочу какую-нибудь такую игровую птицу. Я не могу птицу держать вот так заперти, как попугая. Для этого вот попугай. Мне она нравится в небе, в полете, в лету. Ну, когда вот такая, очень охота голубей, бля, не знаю. Аж душа скулит. Голубей, голубей, гордовая бери. Без голубей не то. А куда я сейчас возьму? Никуда. Да и уже на зиму, я говорю, я боюсь брать, потому что вот этот мистер и вот эти шмидты, которые пролетели, они все перебьют, если гонять. ну все, ладно, пошел я и заниматься, вот он, сынок с папашей, вот они, два желтых. Пошел я заниматься воротами. Я думаю, я надеюсь, все записалось, да, спасибо. Спасибо, это, там, мне на камеру просили скидываться, на народ, смотрите, на камеру. Забыл, как зовут, я вот помнил, посмотрел, еще имя специально. Спасибо тебе большое. Камера, вот как я сейчас снимаю, да, самое мало стоит 30 тысяч. И что, я, я сомневаюсь, что кто-то будет там что-то как-то скидываться, а за тысяч 5-6 там купить, ну, это, это не стоит, это ерунда. Камера, телефоном снимать, ну, вот видите, какой здесь, какой здесь зум, да, это вот, вот видите, как все, с телефоном же так не снимешь, ну, или какой-то там навороченный телефон, у которого зум хороший или что, поэтому, брать ширпотреб какой-то до 20 тысяч не стоит, не будет такого качества. А, хорошее качество, это через Авито, это не новое, это через Авито продают с рук. Новое, оно, там ценники начинаются от 80 тысяч и выше. Это, я говорю, с рук с Авито. Я смотрел, ценники, ну, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти Panasonic, которые более-менее снимают, у которых хороший зум, у меня сейчас Sony, я Sony снимаю, у нее зум не очень, у Panasonic зум, качество зума намного лучше, поэтому, я помню, даже луну, у меня этих камер мелких, штуки 4 сломанных валяется, вот это сейчас последнее, это я, который покупал года два назад на деньги YouTube, вот это я брал, что-то, 27-то, по-моему, я видео снимал, вот Сонька, у меня, которая в руках, может 20, может, и выше, ну, она, знаете, вот эта Сонька, по-моему, с 2008 года, что ли, рождения, уже ей сколько лет, то тоже, немало. Ну, качество у нее офигенное, качество хорошее, стабилизация хорошая, зум, такой, средний, знаете, он, вот видите, ну, небольшие расстояния, конечно, все четко, все, все, вот видите, качественно, все снимает, а когда уже дальние расстояния, уже все, как бы, замутнено, у Panasonic, там, на километр снимаешь, все четко видно, поэтому, не знаю, народ, мы потом подумаем, посмотрим, пока не надо, вот отредактировал, вроде бы снимает, я несколько дней проверял, снимал, специально хотел, все снимал, проверял, такие кадры, будет снимать, не будет, поначалу глючила, я ее опять, с этими, еешими дисками, через компьютер, там, редактировали, с лимерой, восстановили, вроде бы, все, все заново, короче, она как новая, все стерли, все перетерли, все почистили, возможно, даже вирус залетел сюда, возможно, не знаю, поэтому, уже этого глючила, компьютер, все равно, по сути, поэтому, спасибо, конечно, за, что-то скинуться на камеру, ну, я, что-то сомневаюсь, что, и потом будут, вот мы тебе камеры купили, сними мне про это, сними мне про то, а я как не люблю, когда мне указывают, или командуют, и меня просто это заворачивает, все добивался сам, все делали всегда сами, поэтому, я вольный человек, не люблю, все, что мы добились, все, что мы, это, все самое, сними, больше, ничего мне, ничем никогда не помогло, кому мы нужны, своим родителям, и своей семье, больше мы, нафиг, никому не нужны, ну, это, что это реалийство, везде, ладно, все, давайте, пока, если будет, что интересное, сниму, нет на днях, увидимся, ворота покажу, на гараж, который мы там сделали, делаю, сейчас дать, доделаю,